В 1961 году в Сочи был открыт политехнический техникум. С тех пор прошло 55 лет. Сегодня бывших выпускников пригласили на праздничное мероприятие, но вначале они познакомились с выставкой, которую подготовили нынешние студенты. Хорошо, что фотографии есть. Хорошо, что вообще это мероприятие проводится. Ну и приятно, конечно, вспомнить. Вот в 1966 году мы закончили. В 2011 году политехнический колледж был взят под крыло Сочинским госуниверситетом. С тех пор он называется университетским экономико-технологическим колледжем. Очень много мы сделали для того, чтобы усовершенствовать материальную базу колледжа. Провели ремонт и оснастили очень современным оборудованием, современными лабораториями. По ряду лабораториев это оценки специалистов и экспертов. Мы сейчас лучшие в России. Это, например, лаборатория технологии продукции общественного питания. И, наверное, не зря поэтому на этой базе прошли уже три всероссийских конкурса мастерства кулинарного искусства. Очень много работаем сейчас над тем, чтобы войти в движение WorldSkills, стать сертифицированным центром. А тем временем сами студенты, получая здесь среднеспециальное профессиональное образование, развиваются и творчески. Это можно было сегодня наблюдать и на праздничной сцене, и на выставке достижений студентов. Летом я увлеклась лепкой фигурок. Вот таких вот фигурок из одной игры. Мне слишком сильно эта игра понравилась, поэтому я степила 35 таких фигурок. Сейчас в колледже по 11 специальностям обучается 1860 студентов. И, как отметили сегодня приглашенные гости, колледж с каждым годом становится более востребованным. Его выбирают даже иногородние студенты. Неизменным осталось одно – это качество знаний, которое получают наши студенты, наши выпускники. Мы знаем это не только потому, что мы готовим этих студентов, но и потому, что нам говорят об этом наши работодатели. Педагогический штат колледжа насчитывает 110 профессионалов. Многие из них трудятся здесь практически всю жизнь. Ветеранов педагогического труда поблагодарили отдельно и старые, и новые выпускники. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Поступают.